Добрый день, меня зовут Владимир Ванов. Я решил после обсуждения в нашем чате Телеграм даже немножко снять такой поясняющий ролик по методологиям пакетирования работ, которые сейчас активно продвигаются в основном EVP. На самом деле пакетирование работ несколько методологий. Сейчас я хочу пояснить, почему именно EVP наиболее часто сейчас продвигается. Я бы сделал обзор, как возникла к этому потребность. Она не совсем так возникла, как маркетинг сейчас, в том числе 3D-система, подходит. То есть это на самом деле массовая потребность, она немножко интересным образом сформулировалась. Также почему на самом деле запрос этот достаточно популярный, и сама эта тема популярна, очень быстро развивается, фактически становится мейнстрим. Я бы затронул еще такой важный вопрос, что хотя у нас в основном это со стороны 3D-бима продвигается пакетирование работ, но очень часто оно там не работает, и доля, в принципе, сейчас таких систем именно в календарном сетевом планировании, управления просто работами, даже если не сетевом, но она очень низкая, то есть практически исчезающая маленькая. Давайте сейчас посмотрим, откуда это взяло, и что тут хорошо, что тут плохо. Тут есть, конечно, прорывные вещи, есть и проблемы. Ну, я думаю, что, в принципе, все, кто читает мои рассылки, пользуются моими сайтами, и довольно меня хорошо знают, все-таки около 57 тысяч сейчас даже подписчиков только в рассылке у меня находятся. Вот, я один из разработчиков Microsoft Project, то есть мы выпускали около трех версий, мы вместе с командой, вот вы видите команду разработки проекта сейчас на экране. Я бы как раз с точки зрения как раз работы, в том числе с крупными корпоративными клиентами Microsoft, хотел бы прокомментировать вот эти вот новые методики. Так, ну, как родилась у нас, в принципе, потребность к пакетам работ, и как вот этот самый VP у нас помогает продать их идею. Я бы здесь еще подключил бы результаты опросов строителей по этой тематике, потому что тут все не настолько просто, как кажется. Итак, в принципе, я провел довольно большой набор, как бы, опросов. Ну, один в Telegram, в YouTube, в LinkedIn, то есть, в принципе, несколько десятков тысяч человек были охвачены, ну, приглашены как-то на них. Если посмотреть, смотрите, какой здесь сейчас очень важный момент. Если брать старое, там, программное обеспечение, ну, которое, там, в начале 90-х было сделано, потом оно дальше уже развивалось, там, Mass Project, там, Primaviera, там, ну, там, Российский спайдер, то, в принципе, все они исходили из того, что там идет планирование, на самом деле, снизу вверх, и у нас получаются, по сути дела, работы на уровне отдельной позиции сметы, ну, то есть, детальной. Ну, математическое моделирование у них такое заложено. Теперь, если посмотреть, как коллеги у нас работают, то, вообще говоря, те, кто работают именно в таком попозиционном, что ли, планировании, то есть, ну, когда у тебя одна задачка с назначенными ресурсами, вот, соответствует, по сути дела, ну, используется в таком же смысле, как строка сметы, таких довольно немного сейчас стало, то есть, сейчас их, видите, ну, в разных опросах, в разных аудиториях это колеблется, но, вообще говоря, это около 10% всего. Если брать меймстрим, ну, то есть, основное количество строителей, которые работают, то они работают по-другому, то есть, у них график, во-первых, может появляться, вообще отвязан от сметы, то есть, сначала сметы может утверждаться, потом график, либо график до сметы, то есть, он нересурсным образом вообще считается, если они не в один момент происходят. А в то же время большинство делают укрупненный график одновременно со сметой, а укрупненный, он не содержит такой попозиционной детализации. И, в принципе, для управления вроде бы это нормально, и теперь вот вопрос, как нам, не делая вот эти гигантские, в принципе, не очень-то нужные нам графики, монастыробразные, попозиционные, как бы начать всем этим управлять по плану и по факту, и спланировать. Все как интегрировать, по большому счету, вот этот укрупненный график у нас с вот этими детальными сметами. Ну, давайте посмотрим на следующий еще один опрос, который достаточно тоже показательный. В принципе, хорошо, у нас даже есть укрупненный график, теперь предположим, что на нем увеличиваются объемы самих ресурсов. Если вот предположим нам, ну, то есть, объемы не ресурсов, извиняюсь, а объемы те, которые мы хотим освоить строительные, нам нужно вроде бы больше ресурсов. В принципе, если ресурсов мы самих как бы не добавили, у нас вроде бы должны измениться сроки. Но самое интересное, что если посмотреть, большинство строителей сообщают, что где-то в интервале 10-20%, если мы меняем объемы, у нас вот этот укрупненный график-то, в общем-то, не меняет сроки. О чем это говорит? То, что на самом-то деле там, ну, в случае абсолютно жесткой ресурсной модели, если бы она, ну, реально существовала, у нас такого эффекта бы не было. То есть, малейшее изменение, в принципе, как вот 13%, как бы строители говорят, изменение объемов сразу же меняет сроки. Видно, что на самом-то деле вот эти укрупненные графики, они еще были построены с так называемыми рисковыми буферами. То есть, у них есть запасы там на то, чтобы ресурсов даже освоить там большие объемы, либо быстро привлечь их туда дополнительные объемы. То есть, в принципе, видите, у нас получается, что с одной стороны у нас есть укрупненный график, который не соответствует вот этой методологии детальных графиков из старого программного обеспечения, а с другой стороны он у нас очень устойчивый, ну, достаточно устойчивый все-таки, когда сколько там, ну, больше половины, когда строители у нас говорят, что даже там 10-20%, если мы его изменим, он у нас, как бы объемы, то есть, в принципе, сам график продолжает сохраняться в срок. Вот, то есть, получается, что, в общем-то, он и считаться должен так как-то иначе. Значит, теперь, какая тут, в принципе, идея у нас возникает? Получается, что если мы все-таки сделали, по сути дела, методом аналога, вот этот укрупненный график, и, в принципе, он у нас достаточно устойчивый, нам теперь нужно все равно освоить все те работы, которые у нас были по смете. Ну, смысл-то очень простой заключается, давайте мы просто смету нарежем пакетами работ, вот, и разбросаем по вот этим вот укрупненным таким вот позициям графика, а потом будем их управлять как целым пакетом. Вот, то есть, это позволяет нам не делать монстрообразный график, сэкономить кучу времени, и, в принципе, это очень просто в управлении, потому что нам достаточно укрупненным объемом управлять целым пакетом, а не там десятками тысяч работ на нижнем уровне. Ну, тут возникает два вопроса. Во-первых, как же это лучше порезать все на части? Вот. Второй вопрос даже еще интереснее. Мы же отказываемся от детального графика-то на самом деле, и нам нужно как-то эту тему продать своему инвестору. Вот. Ну, то есть, тому, кому мы будем отчеты делать. И тут как раз кавалерия, которая подъехала из 3D, как раз и помогает продать идею пакетирования. И я вот этот момент подчеркнул. На самом-то деле не из 3D это все получилось, а наоборот. 3D используется как маркетинг для того, чтобы продавать идею пакетирования работ. И так понятно, что работы – это от слова «работать», то есть «вок». Это не трехмерное что-то. Это ресурс работает. То есть, это имеет отношение к времени. То есть, соответственно, здесь надо понимать, что это к системе управления относится. Но как раз именно за счет высокой визуализации, которую нам дают 3D-комплексы, легко продается практически все. В том числе и управление пакетами работ. И оказалось еще, что есть определенный компромисс, который можно найти между системами автоматического автоматического проектирования вот этими разнообразными 3D и, скажем так, нашим желанием управлять пакетами работ, а не отдельными работами. Ну, давайте ключевую концепцию сейчас в IP посмотрим. Ну, во-первых, важный здесь момент во всем этом пакетировании. Вот я взял как раз специально один из фолиантов. Есть принципиальная разница. Я уже заметил, на нашем рынке так народ пытается устроить второй PMI, то есть придумать какую-то книжку, которую все должны 3D-ку, как перед желтой штаны, то есть молиться, выучивать какие-то термины и все остальное. Вратите на слово, которое я здесь написал, Framework, выделил даже. Как и в скраме, на самом деле в IP не является жесткой методикой. Это набор некоторых практик. Это не как PMBOK. Ты зазыбрил PMBOK и получил за это там PMP. Нет, это так не работает. Здесь не зазыбрежки все это действуются. Это для практиков. То есть есть набор практик, вы их выбираете, те, которые вам подходят, вы используете, которые не подходят, не используете. То есть это в этом плане, она скорее напоминает так же, как скрам у нас устроен и как бы подходы вот эти. То есть поэтому четких здесь определений даже, они могут плавать от одного методолога к другому, что такое там пакет или классификация пакетов, какие обязательные, какие необязательные. Это просто специфика конкретного проекта. В одном проекте может использоваться, в другом нет. Но есть какие-то вещи, конечно, достаточно общие. Давайте посмотрим. Ну, стандартный как бы джентльменский набор, он состоит из трех как бы видов пакетов. То есть это CVA, то есть фактически это площадка или под объект, на котором мы работаем. Сейчас чуть дальше покажу подробнее. Дальше мы говорим, что у нас есть пакеты этих строительных работ. Ну, там вот фундамент, как раз там металлоконструкция какая-то. А дальше у нас идут уже непосредственно уже вот эти пакеты IVP. Они, ну, я бы, честно говоря, не выдумывал тут западных терминов, там, где они не очень уместны. Это вообще-то наши захватки. Вот. То есть это фактически блок работ, который мы можем законченно выполнить. И вот как бы с помощью него, с помощью захваток всегда было довольно легко управлять. Но вот эта верхняя часть, как мы сейчас увидим, она хорошо очень согласовывается со структурой управления 3D. Вот. Потому что, видите, если мы возьмем сейчас 3D-модель, мы можем ее побить на некоторые визуальные отдельные конструктивные элементы. Ну, даже площадку нашу разбить на части. Вот. И вот эти вот construction block area, они как раз для этого здесь и созданы. Вот. В принципе, это разумная тема действительно начать. Иерархию пакетов с этих вот подобъектов. Если у вас там, конечно, дом, ну, вы можете, в принципе, его использовать какие-то от него отдельные большие конструктивные блоки вот в этом плане, как СВА. В принципе, это все-таки довольно большой сам по себе классификатор. То есть это, допустим, если вы застраиваете целый поселок, это один дом, вот, например, может быть СВА-мать. Вот. Так. Ну, давайте теперь посмотрим. Потом мы, соответственно, внутри вот этого вот пространственного элемента, который мы выделили, мы можем уже взять какой-то пакет работ. Вот теперь тут есть некоторые моменты, которые продать-то это все очень легко, видите, показывая 3D, как бы, картинки инвестору, заказчику. Обычно это люди не всегда, как бы, близкие к стройке еще. То есть они, как покемоны, за этим идут, и мы замечательные, мы им продаем идею, по сути дела, управления по укропненному графику. Давайте вспомним, что на самом-то деле наша задача такая, вот, чтобы не делать детальный график. Но тут есть некоторые детали, без которых у нас это все не взлетит. И вот поэтому это как раз не вот эти всякие трехмерные штуки, которые нарисованы. Мы же это будем управлять, обращая внимание, воками, вот, то есть работами, часами. Для этого нам нужна математика для этих воков. Она не трехмерная. Дело в том, что нам для этого, во-первых, нужно ввести понятие укропненного объема, если мы захотели управлять всем пакетом. И тут возникают проблемы еще. То, что если даже мы попробуем это синтегрироваться там с каким-то софтом или еще что-то сделать. Дело в том, что там будет управление по отдельным операциям, а не как бы именно укропленным объектам. Как бы мы-то укропленный график хотим применить. То есть понятие укропленного объема может не отсутствовать. Вот это я хотел подчеркнуть. И само по себе нарисованная картинка 3D, она понятие укропленного объема это не создает. То есть это вот нужно всегда проверять, что оно как бы есть. Без этого математически вы потом не выйдете на пересчет вот этих всех трудочасов, которые там внутри находятся. Ну, потом, в принципе, мы можем для удобства все это порезать на захватке. И действительно, мы получим уже достаточно управляемый график. Несмотря на то, что он у нас был укропленный, но порезан на захватке, в принципе, очень хорошая управляемость. И там из каких-нибудь 100 тысяч технологической операций для постройки что-то такого, что мы смотрим сейчас на картинках, получится где-то около 2000 у нас таких укропленных задач снизу, где будут находиться вот эти вот, по сути, у нас installation, вот эти его Vogue Package, вот, и будем спокойненько ими управляться. Но, значит, здесь опять же возникает проблема, что у нас посчитанные ресурсы, в том числе Vogue и материалы, вот, и не все материалы из 3D у нас приходят, они у нас посчитаны обычно на весь пакет, то есть на предыдущий. Вот. То есть, соответственно, нам нужно иметь возможность порезать это на части. Вот для этого, опять же, если у нас на уровне пакетов должно было быть понятие укропленного объема, а то на уровне вот этих, как бы уже пакетов вот этих инсталляционных, то есть, которые, по сути дела, играют роль захватки, нам нужна функция нарезки вот этих наших управленческих, там, наших смет, считайте, на куски. Вот. Потому что без этого мы не получим кусок работы. Опять же, из-за того, что у нас будет нарисована в 3D труба, ну, у нас будет труба, но не количество часов. Это разные немножко вещи. Вот. То есть, давайте, как бы, еще раз, наша задача считать ресурсы, а это желтая труба, это, чтобы продать нашу идею, как мы считаем, ресурсы своему заказчику. Потому что визуально-то он видит это, это легче продается. Еще раз, понимаете, в чем дело? Как бы, EVP во многом является маркетинг для продажи идей пакетирования работ. Но четко надо понимать, что если в составе этого маркетинга не прошли минимальные математические функции для вычисления работ, то все это дело не работает. То есть, это как раз одна из проблем, что есть, почему довольно маленький процент внедрения самих таких систем еще, ну, и в России, и в мире. А где они внедряются, внедряются немножко другие. Но, правда, жизнь заключается в том, что с помощью вот этой визуализации всей пакетирование продается очень хорошо. Вот, и то есть, получается, у нас совпадает идея, как бы, интересы тех, кто разрабатывает вот эти 3D всякие системы и пытаются там что-то какие-то там делать, интеграции с ними в плане календарного графика. И наши интересы совпадают с ними, как те, кто планирует работы, потому что мы можем управлять пакетами. Вот, они нам помогают эту идею продать. Но продать идею здесь ключевое. Вот, потому что самой математики той, которая нам нужна для расчета ресурсов, вот внутри вот этих вот трехмерных моделей, там ее нет, но я должна куда-то еще добавлять. Ну, в принципе, как вот, может быть, это я показываю с нашего там трубопланера IP, как может быть порезана эта иерархия. То есть, внизу вот находятся вот эти installation work пакетжи. Ну, например, это вот стены первого этажа, потом второго этажа. Но, видите, у меня-то все стены, это, может быть, осмечены были одним блоком. То есть, у меня должна быть функция нарезки обязательно моих работ. Вот, не вот не столько важна мне нарисованность стена, сколько порезать, сколько часов материалов на кусочки. Второй момент, вот сами стены, да, это вот этот весь пакет строительных работ. Ну, как уже, в принципе, как вот это CVA, то есть, ну, именно та ария, где у нас делается, ну, это скорее один домик может быть. То есть, вот видите, там объект 7 у меня нарисован. То есть, если застраивать целый поселок, то, соответственно, в этом плане он может и использоваться. Ну, давайте сейчас проанализируем еще, почему старый софт у нас плохо работает как раз с этой методикой EVP, а вот новый плохо внедряется. Ну, для начала давайте поймем следующую простую вещь. В принципе, не может быть такого, что если софт создан до какой-то методики на другой математике, до появилась методика с другой математикой относительно софта, чтобы старый софт с ней умел работать. Так не бывает. EVP, как я уже сейчас пояснил, она имеет прямую связь с укрупненными графиками, потому что и с управлением пакетами работ. Эта идея не такая уж и старая-то на самом-то деле. То есть, поскольку она начала сильно продвигаться с помощью 3D, ну вот, они просто по-другому это сделать не могут, потому что у них нет вот этой этапности работ самой по себе, ну, как визуализации. То есть, они могут продавать только конструктивные элементы, ну, как иерархию. То есть, другого-то способа просто нет. То есть, соответственно, сначала должны были развиться 3D, там вот эти 4D, там все комплексы. В принципе, это происходило где-то вот в 90-е, начало 2000-х годов. Вот, вот этот весь процесс. А теперь посмотрим, у нас Primavera, там Project, ну, или наш там Spider, они созданы до 90-го года даже в большинстве случаев, ну, и концептуальная часть. Вот, то есть, поэтому совершенно, и надо понимать, что вот этот софт более-менее управления пакетами работ, ну, даже, как вы сейчас видите, он устоялся у нас где-то так 2008-го года. В 2013-м году у нас появляется хотя бы более-менее примерно такая устоявшаяся модель самой. И только в 2017-м более-менее начинаются развертывания и там приличные такие внедрения всего этого решения. То есть, это очень свежая вещь. И даже практически 5 лет нет. И совершенно неудивительно, что, в принципе, решения, которые где-то до 2010-го года созданы, что они на методике пакетирования работ, не только VP, а вообще на саму концепцию пакетирования работ, они ложатся очень плохо, потому что эта концепция произошла, ну, сама по себе возникла после того, как уже этот софт был создан, разработан, у него заложены базовые все вещи. То есть, пакеты работ вставить там в ту же Примаверу или в Проджект или еще куда-то, это все хорошо переломать весь продукт. То есть, надо четко понимать, что это математически другая модель, потому что она управляется укропненным объемом, в ней есть нарезки смет. Ну, то есть, вот как бы другая математика просто заложена. Значит, следующий момент, который мы сейчас наблюдаем на рынке. То есть, в принципе, если поглядеть по вопросам строителей, то, конечно, абсолютно доминирует у нас MS Project XL. Ну, где-то там за ними еще на втором месте находится Примавера. То есть, в принципе, все остальные системы, которые пытаются управлять VOK'ами, то есть, вот этими затратами, они маргинальны, включая BIM. Вот. Это такой важный момент. Вроде кажется, как там, видите, так круто все нарисовано. Ну, во-первых, дорого, но дело даже не в этом, дорого или дешево. Есть определенные лидеры рынка, если они захватили уже тему, их оттуда не высадить уже даже чем-то, что у тебя лучше. Ну, как бы, они просто уже обладают долей рынка приличной. И здесь простая очень есть идея, которую надо просто понять. Сама методология VP может быть популярна только на популярных инструментах. Она не может быть популярна на маргинальных инструментах. То есть, соответственно, как бы, если у нас строители, окей, в автодеске там рисуют модели, но графики все равно строят в проджекте, а управленческую смету все равно делают в Excel, пока вы не подключите график из проджекта и смету из Excel, это не будет популярно. Потому что популярны эти инструменты. Вот. И вот это вот надо просто понять. Вот. Поэтому, когда вы загоняетесь в какой-то маргинальный инструмент, ну, вероятность того, что это взлетит дальше, чем один такой очень дорогой проект, ну, невелика, будем честны. Ну, почему здесь, еще, скажем так, важный здесь момент все-таки коснулся, почему здесь очень большая доля Excel. Я по Excel сделаю еще отдельный опрос, он здесь очень касается. Надо понимать, что, в принципе, когда рассчитываются ресурсы на эти цены, на то, что вот у нас все входит в график, там это очень вычислительная задача. И очень многие там трехмерные параметры там играют только лишь, ну, одни из параметров. Например, там для прочностей каких-нибудь там используется куча всего еще. Вот. То есть, какие-то геологические данные, там климатические данные, вот, ну, для всякого морозного пучения и прочего. Там, когда считаются материалы, всякие отходы есть, обрезки там, когда мы это используем. Для всего этого, ну, поскольку это очень много этого варианта, есть, конечно, либо используется узкоспециализированный KBSOFT, либо это моделируют формулами. И такого развитого языка формул, как в Excel, ну, его просто нигде нет больше. То есть, когда их придумывают, эти формулы, в других программных продуктах, ну, там не будет ни там поддержки вот этих таблиц всех связанных, которые нам нужны, как справочники, ни всякие там выборы, подвыборы. Ну, любой пользователь Excel там понимает, что там это же не просто одно умножить на другое, а тебе, возможно, нужно сходить в другую таблицу, из нее извлечь что-то, что-то подставить, потом как-то перегруппировать эти значения. Вот. То есть, это требуется очень богатый язык формул. Вот. И совершенно неудивительно, что строители находятся в Excel и не хотят из него уходить. То есть, поэтому здесь надо четко понимать, что, когда мы говорим о модели VPN, у нас должна быть обеспечена интеграция с этими Excel-овскими моделями. Вот. Потому что вероятность того, что вы возьмете так легко свою смету, посчитанную со всеми ресурсами из Excel, переложите куда угодно, и это заработает. А это очень большой вопрос, заработает ли. Потому что вы очень много чего хитрого формулой можете насчитать. И совершенно не факт, что такие формулы аналогичные, особенно если вы используете табличные данные, они будут в другой системе. Вот. Поэтому как бы, поэтому интеграция EVP с Excel-овскими моделями, она фактически обязательна. В противном случае, это немножко профанация такой, союзный мультфильм получается. Ну, следующий еще момент, который я бы здесь сейчас подчеркнул, касается сметных систем. То есть, у нас пытаются сейчас BIM во многом внедрить административным рычагом. Ну, давайте мы туда напихаем все вот эти там материалы, или еще что-то посмотрим. Ну, те, кто это делает, во-первых, они не учитывают там ограничения по хранению материалов на вот этих конструктивных элементах. Там очень много есть вопросов, насколько это можно там сделать, как управлять их количеством, нормировать. Но важный тут момент, он заключается в том, что в реальности у нас подсчитывать с точки зрения вот этих государственных всех прочих нормативов, это может грандсмета. И она создала монополию. Причем монополию совершенно феерическую. 60%, от которой у нее тут рынка есть, на самом деле еще больше. Потому что сейчас ни одна сметная система, которая не умеет выгружаться в грандсмету, но она обречена изначально. Вот. То есть, получается, следующий очень важный здесь момент, что даже если вы хотите через какой-то административный рычаг и ВП продвигать массы, если там где-то грандсмета не будет участвовать, это тоже обречено на гибель все. Вот. Потому что в конечном счете, когда речь пойдет о деньгах, там, количествах и ресурсах, это должно пройти через грандсмета. Вот. То есть, это такой же монополист здесь, как и в МС-проджект. То есть, это должно здесь участвовать. Ну, и я бы здесь еще отметил такой момент. Опять же, попытка там перевязать полностью административным рычагом вот в этих моделях там ВП, что мы сейчас внедрем, насильно все внедрим BIM, и у нас все посчитают по нормам. Понимаете, в чем дело? Вы можете это посчитать для государства, по его нормам, если он вам предложен. Но если вы начнете, вы сами понимаете, что эти нормы все не соответствуют, в принципе, вашим реальным, и вы пойдете не по реальным нормам считать, а по каким-то навязанным для себя вот свои расходы, свои собственные, сами понимаете, это прямой путь банкротства. То есть, поэтому все равно, как бы, строители себестоимость будут считать на своих нормативах. Да, они могут сделать для заказчика там BIM-модель, грандсмете будут дать смету ему и все остальное, но это будет для заказчика, для себя должна быть более точная модель, то есть та, которая отражает нашу себестоимость. И опять же, для всего этого ВП должна быть у нас интеграция вот этих пакетов работ, как сделанных, как требует заказчик, и так, как для себя. Потому что, первое, это просто способ получения нами контракта, не более чем, вот, и способ взаиморасчетов заказчиков, то есть, как он принимает работы, как он их видит. А второе, это наша себестоимость, которая, возможно, просто больше даже этих работ, мы, может быть, и откажемся от них, мы даже не будем их делать. Вот, поэтому, в принципе, еще, видите, для выживаемости методики ВП здесь обязательно должны быть еще вот эти компоненты. Вот, то есть, поэтому я к чему-то говорю, что сейчас я довольно часто наблюдаю там с помощью 3D каких-то систем убрать в сторону Excel, убрать в сторону Project, убрать в сторону Primavera, убрать в Excel, убрать все эти нормативы, и там попытаться какими-то гораздо более бедными и очень непопулярными средствами сделать то, что делается в куче вот этих специализированных комплексов. Ну, довольно очевидно, опять же, я сказал бы, что популярность того же ВП, она может быть только на популярных комплексах. Если ты это делаешь маргинальными средствами, ну, ты будешь маргиналом. Это тоже, конечно, иногда хорошо платят, но не всегда, потому что, как правило, постепенно рынок захватывает именно популярной системой решений.